Как устроены советы, как вообще должно быть устроено социалистическое государство? Дескать, давайте мы выдвинем кандидатов от коллективов и всё. Нет, сбоев-то не даёт эта система. Всё это уже наработано, всё это уже исторически освоено, и книжки хорошие вышли. Значит, дорогие товарищи, очень много вопросов по поводу устройства советской власти. Я думаю, эти вопросы, они случайные. Я думаю, что люди сейчас в России, наевшись этого самого капитализма, и понявшие, что не только разрушается наука, культура, образование, нравственность, разрушается вообще жизнь людей. Россия тоже хереет, она начинает становиться захудалой страной. У нас доля России в мировом валовом продукте сокращается, темпы просто маленькие. Поэтому мы видим, что если у нас в период, когда был социализм, страна была на подъёме, на взлёте, то она сейчас находится в таком гниении и падении. Ну, собственно говоря, ничего удивительного в этом нет, потому что в своё время Ленин писал, что капитализм современный, то есть империализм, есть умирающий и загнивающий капитализм. То есть канун социализма. Если от социализма отказались или отошли, или потеряли его, значит, будем загнивать, гнить. Ну, раз вот это гниение идёт, значит, это побуждает людей думать о том же, а как вернуться к советской власти, потому что советская власть всё больше и больше завоёвывает пока в умах людей своё место, потому что это единственный выход из того положения, в котором мы сегодня находимся. Все остальные – это блуждание в потёмках. Вот так называемые вот эти оппозиционные группы или силы, они вам переливают одну и ту же жидкость из одного сосуда в другой. Потом то один придёт, оппозиционер, так называемый, то другой, то третий. Никакой оппозиционерной этой власти не является. Это борьба разных групп капиталистов за влияние. Кто-то хочет из них сесть повыше, кто-то не хочет слезать, его хотят снять, стащить и так далее. Поэтому вопрос, я думаю, нормальные люди хотят решить в принципе. Нужно воссоздать советскую власть, возродить её. А чтобы возродить, нужно её понимать. А чтобы её понимать, надо в этом разобраться. А чтобы в этом разобраться, оказывается, нужно хорошо и крепко подумать, потому что очень многие люди не могли разобраться. Сразу скажу я о себе. В своё время, когда мы создавали Объединённый фронт трудящихся России, и сначала Объединённый фронт трудящихся Ленинграда, в альтернативу Горбачёву и Горбачёвской перестройке, и создавали Объединённый фронт трудящихся СССР, вот мои коллеги, доктор экономических и философских наук, заслуженный деятель науки Ельмеев Василий Яхлевич, профессор нашего университета, Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, тоже профессор нашего университета, а потом первый проректор. Вот они ко мне обращаются и говорят, Миша, ты полное собрание сочинения Ленина прочитал, ты дай нам у Ленина что про советы, всё. Потому что мы должны были подготовиться к тому, чтобы рассказать о том, как устроены советы, как вообще должно быть устроено социалистическое государство. Но я, естественно, поскольку я имел конспекты, соответственно, я это всё выписал, и мы эти выписки даже издали в виде документов Объединённого фронта трудящихся в СССР. И тогда я задумался впервые, а как так получилось, что я вот прочитал 55 томов собрания сочинений и не заметил, как устроены советы, и не обратил на это внимания. Моё внимание обратил на это профессор Сергеев. Я слушал однажды на конференции в Москве на научной, выступает Сергеев, говорит, что советы – это органы, которые устроены по коллективам, а не по территориям. Это принципиально иная форма вообще организации государственной власти. Ну вот, а после того, как я уже начал внимательно изучать то, что Ленин по этому поводу писал, и могу уже сказать выводы, которые по итогам анализа получены. А выводы такие, что каждая, очень такие ясные и понятные, что каждая форма власти, она предполагает соответствующее государственное устройство. Например, если вы возьмёте демократию рабовладельческую, там всё понятно. Рабы исключены вообще из процесса государственного устройства, они вообще никто, их за людей не считают, они говорящие орудия, поэтому, когда говорят о демократии греческой или демократии римской, эта демократия относится только к рабовладельцам и свободным гражданам. То есть, вот они между собой решают вопрос по принципу подчинения меньшинства большинству. В этом, так сказать, смысл этой демократии. Если вы возьмёте общество феодальное, тут это вот самое прозрачное и ясное общество. Тут вот ясно, когда человек работает на барщине, он создаёт прибавочный продукт, когда он работает у себя в хозяйстве, на той земле, которую выделил ему помещик, чтобы он не умер с голоду, и его семья не умерла. Это у него необходимый продукт. Значит, какую роль играет крестьянин в государственной системе? Никакой, абсолютно. Его никто не собирается спрашивать. А какую роль играет феодал? Они есть единственный класс, который имеет возможность и право управлять страной, управлять государством. От этого очень сильно отличается демократия буржуазного общества или буржуазная демократия. Она отличается тем, что вроде как формально все могут участвовать в управлении государством. Все идите, голосуйте, выбирайте. На самом деле, что получается, что поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, и поскольку общественное бытие буржуазное, то сознание буржуазного общества буржуазное, и поскольку люди голосуют В соответствии со своим сознанием, что как бы они ни голосовали, и чтобы какие бы ухищрения ни делались, всегда по власти приходит просто другой состав представителей буржуазии. Поэтому никогда, ни через какие выборы нельзя прийти к социализму. Вот эти выборы и эта вся демократия обеспечивает без исключения диктатуру буржуазии. И вообще надо понимать, что всякая форма государства, она это форма организации диктатуры соответствующего класса. Всякое государство по сущности диктатура какого-то класса, а форма государства это форма обеспечения этой диктатуры. Если диктатура рабовладельцев, значит это демократия рабовладельческая. Если диктатура феодалов, значит монархия. Если это диктатура буржуазии, значит всеобщее голосование, обсуждение, рассмотрение. Всех зовут, приходите, голосуйте, участвуйте. И это все равно, что участвовать в игре наперстки. То есть вы обязательно проиграете. И проиграете, потому что уже у него в руке этот наперсток, уже нету среди тех трех колпачков, которые вы будете поднимать, там нет этого шарика и никогда вы там не выиграете. Точно так же, без всяких исключений, уже многие десятилетия, можно сказать уже столетия существует буржуазная демократия. И люди, которые участвуют в эту рулетку, они никак не могут осознать, что на самом деле сбоев-то не дает эта система. Всегда при буржуазном экономическом строе имеется господство буржуазной идеологии, значит будет господство сознания, значит голосование обеспечит господство буржуазных партий политических. Поэтому участвовать можно и нужно в выборных кампаниях для того, чтобы вести агитационную работу, для того, чтобы просвещать трудящихся, потому что во время выборных кампаний обычно просвещать бывает легче. Но строить на том, что свою стратегию оппозиционной буржуазному строю партии, на том, что вы получите большинство, ну это просто смешно. Никогда никакого большинства не будет. А если вдруг случайно какое-то будет большинство, для этого существует армия, внутренние войска, существует много разных форм, с помощью которых власть будет удержана. Вы разве не видели, как в нашей России был Верховный Совет, как орган уже вполне парламентский, буржуазный, и это по этому Верховному Совету, по противозаконному, антиконституционному, причем это было признано Конституционным судом, указу Ельцина, стреляли по парламенту, по Верховному Совету, из танков. О чем можно говорить? То есть буржуазия, как только речь идет о власти, она спустит в ход танки, и не только танки, для того, чтобы удержать свою власть. Отсюда и вывод, что эта форма парламентская, которая состоит в том, чтобы проводить по территориям выборы, она обеспечивает диктатуру буржуазии. По территориям. А что значит по территориям? Это значит, что на улицах, на площадях вывешиваются агитационные материалы, всякого рода листки, всякого рода пикеты с раздачей соответствующих буклетов, газет. Но у кого в руках газеты, основной тираж, у буржуазии, у кого в руках телевидение, у буржуазии, у кого в руках радио, у буржуазии. У вас есть граждане, слушающие меня и смотрящие сюда, у вас есть телевидение свое, или есть радио, или хотя бы газета? Ну вот я, например, главный редактор газеты «Народная правда», но мы ее выпускаем два раза в год, потому что у нас не хватает средств на то, чтобы выпускать ее чаще. Разве может газета трудящих соревноваться по масштабам, по объему, хотя по качеству она вполне, она цветная, она такого же размера, как «Правда». Но разве может газета трудящих соревноваться с буржуазными газетами? То же самое касается и других средств. И в том же самом интернете, конечно, можно подавать, рассказывать и излагать разные самые идеи, и буржуазная власть, и буржуазная демократия это позволяет, даже позволяет нашей Конституции. Что в Конституции написано? Что вот в России государственной идеологии нет. Раз нет государственной идеологии, то я, например, имею право считать, что марксизм будет государственной идеологией. И никто меня не может тут перечить. В том смысле, что вы считаете, что не марксизм. А что? А у вас никакой другой нету. Выяснилось, что другой идеологии – это ничего серьезного, ничего никто противопоставить марксизму не может, потому что, ну, только вот какое-нибудь верование, религия. Вот религия, да. Значит, а как устроен мир? Как Бог его устроил? А это почему? Потому как его Божья воля. А это почему так? Потому что Бог вас наказал. А вот почему мы мучаемся? Потому что зато будем в раю. И так далее. То есть, такая вот всеобъемлющая система мировоззрения – это либо религия, либо коммунизм, марксизм, ленинизм. Ну вот поэтому, я думаю, это соревнование сейчас идет и все более вырисовывается, что антикоммунизм, он бесперспективен, потому что он никакой не содержит созидательные идеи, а религия, она вот берется как некая альтернатива. Давайте, так сказать, будем строить все вокруг религии. И вот в этой ситуации мы должны разобраться, что же за великое открытие совершил рабочий класс России в Иваново-Вознесенске, когда он создал советы. И не только в Иваново-Вознесенске. В 1905 году в 17 городах возникли советы. Вы можете пойти на 4-ю Красноармейскую, у нас угол Московского проспекта, и увидеть там дом, на котором написано. А здесь вот выступал Ленин на совещании Санкт-Петербургского совета, на заседании Санкт-Петербургского совета рабочих. То есть советы рабочих были в Москве, а в Москве Совет рабочих Москвы проводил в декабрьское вооруженное восстание, и очень многие представители, в том числе и буржуазии, помогали ему. Почему? А потому что именно вот это вооруженное восстание, организованное Советом рабочих Москвы, оно потрясло до основания всю монархическую систему и заставило царя издать указ о том, чтобы образовать думу. Кто образовал думу? Борьба какого класса? Рабочего класса или буржуазии? Россия как бы загоняла буржуазные страны. У нас уже была испуганная буржуазия, запуганная. Она свои дела буржуазные, она никак не могла осуществить, она защищала феодальные порядки, а рабочий класс делал буржуазные дела. И рабочий класс, между прочим, в Октябрьскую революцию доделывал то, что не доделало буржуазии. В частности, скажем, установление такого порядка, когда вся земля разделялась по едокам. Вот это вот мечта крестьян, вполне буржуазная, давайте все разделим поровну и, так сказать, дальше пусть кто как пойдет, как рынок покажет. Это сделали большевики. Это не пролетарская программа, это программа эсеровская, мелкобуржуазная, и она была реализована. А буржуазии что? А буржуазия даже не отняла свою землю у прошлого класса, у феодалов. Она же провела буржуазную революцию. Вот отмечали буржуазную революцию. Что тут отмечать? Она это свое дело не сделала, даже землю не отняла у феодалов и не передала ее крестьянам. Это сделали только большевики, как представители рабочего класса. В чем суть открытия? Суть очень проста, это открытие. Государственные органы устроены таким образом, что они являются органами территориальными. По смыслу. Потому что государство господствует над всеми классами, а не только над самим собой, над своим классом. Поэтому, если это государственная власть, она выступает как всеобщая по форме. Как всеобщая. Она всеобщая, она для всех. В ней все участвуют, а господствует один. Какой? Ну, тот, который осуществляет свою диктатуру. Но, если буржуазная демократия построена таким образом по представительству от территорий, от жителей, а среди жителей, конечно, ключевую роль играет всегда буржуазия. Те, у кого деньги, у кого ресурсы, у кого богатство. Поэтому, если ваше представительство основано на представительстве от жителей, будет диктатура буржуазии при всяком голосовании. А вот, если представительство будет от производственных единиц, заводов и фабрик, то получается совершенно другая картина. Поэтому, сразу хочу сказать, что все то, что касается самих предприятий, это там никаких советов, это не советы. То есть, или это советы в том смысле, в каком сейчас они употребляются. Есть государственный совет у нас, есть совет безопасности, есть у нас совет федерации. Так что, если хотите, можете считать Россию страной советов. Вот, есть советы какие-то на предприятиях, есть ученые советы в вузах. То есть, слово совет, или можете просто друг другу советы давать, тогда тоже сторона совета. Все советуют, ничего не делается, идет, так сказать, бесконечная дискуссия. Вот, надо понимать, что есть научное понимание, и историческое, и великое понятие совет. И что такое совет в обыденном смысле? Вот, совет в всемирно-историческом смысле, как открытие рабочего класса, состоит в том, что, будучи органом территориальным, он формируется по представительству от фабрик и заводов. Вот, в Иваново-Вознесенске трудящиеся избрали своих представителей и направили в совет. Ну, вот, здесь есть вопросы такого рода, что от одного предприятия один депутат, не обязательно. От одного предприятия, может быть, и два депутата, и три. Ну, какая-то общая мера. Например, от Кировского завода, а ранее Путиловского завода, было четыре депутата там, скажем, от каждой тысячи по одному человеку. От четырех тысяч четыре депутата. Если восемь тысяч, восемь депутатов и так далее. То есть, тоже есть норма представительства. Но норма представительства не от жителей, а норма представительства от трудящихся, от трудового коллектива. То есть, всего в этой системе советов два уровня. Один уровень – это уровень городского или областного совета. Он получен путем представительства от производственных коллективов, как они бывают, или от забастовочного комитета, или, который, кстати, избирается всем коллективам, или они получены по представительству прямо от конференции трудового коллектива. Ну, во всяком случае, от трудового коллектива. И получается городской или областной совет. А дальше больше никаких советов вообще нету, потому что на уровне российском или на общегосударственном уровне есть съезд советов. Потому что дальше, чем рабочие или представители коллективов, дальше до самого верха досмотреть не могут. Они могут избрать своих представителей. Вот они попали в городской совет, они сюда попали, можно их отозвать. А дальше все представители областных и городских советов могут послать кого-то из депутатов. Вот, кстати, тут у нас была дырка в соответствующем документе о порядке направления депутатов на съезд советов. То есть можно было послать какого-то человека, который не был депутатом этого городского совета или этого областного совета. Надо эту дырку закрыть. Иначе может получиться так, что представители трудовых коллективов направили своих людей в городской или областной совет, а вдруг туда наверх на съезд советов пошли кроме них совсем другие люди. Любые люди могут пройти на съезд советов, но для этого они должны сначала быть избраны депутатами в трудовом коллективе, на заводе или на фабрике. Например, может интеллигент быть депутатом, скажем, завода? Может. А из другого, так сказать, учреждения, или из НИИ, или из университета? Пожалуйста, если его, за него проголосует соответствующий коллектив на конференции. И вот при избрании кандидатов у нас еще эта система сохранялась даже еще в горбачевское время. Еще в 1989 году, когда в Ленинграде проходили выборы по национально-территориальному округу ленинградскому, вот тогда от разных фабрик и заводов выдвигались кандидаты. Я, например, тоже был кандидатом. Я был кандидатом от морского торгового порта, от коллектива порта, от фабрики Нева канатной, от НПО «Буревестник» и от телевизионного завода имени Казицкого. Так что вот от целой группы коллективов. И так это касалось и всех остальных товарищей. То есть это еще выдвижение кандидатов. Но некоторые этим и заканчивают, дескать, давайте мы выдвинем кандидатов от коллективов и все. Нет. Дело не о выдвижении кандидатов, дело об избрании. Чтобы человек стал депутатом и его депутаты направил трудовой коллектив. А если трудовой коллектив направил, то он может это звать. А как он его отозвать? Соберет то же самое собрание, которое было, которое направило. И сегодня вместо Иванова будет уже Петров. А для того органа, который является советом, городским советом или областным советом, безразлично, кто от этого предприятия придет. Иванов, Петров или Сидоров. Важно, чтобы от этого предприятия пришел этот человек или большее число, если это в численности большое предприятие по масштабам своим, по количеству людей. Таким образом, если сделать так, что наверх, на свет советов, могут избираться только члены соответствующего городского или областного совета, то, следовательно, если они, попав на какие-то государственные серьезные должности, в том числе в Центральный исполнительный комитет, который будет между съездами советов решать вопросы, ну как коллективный глава государства, ЦИК. Потому что, скажем, председатель ЦИК, он никаких особенных полномочий не имеет, он только подписывать будет. Скажем, у нас был председателем ЦИК сначала Каменев, потом его выгнали, потом был Свердлов, потом был Калинин Михаил Иванович. Вот председатель ЦИК, он должен организовать работу в Центральный исполнительный комитет. А если вот этот человек, который попал в ЦИК, стал плохо работать, его может отозвать тот городской совет, который его послал. А может его отозвать и не городской совет, а то предприятие, которое его отправило еще в городской совет. То есть человек с самого верха может улететь в самый низ. И ничего плохого там нет. Поработал товарищ Иванов, токарь, в ЦИК, пусть поработает дальше токарем. Так что вот эта система очень важная, потому что та система, которая образовалась в 1936 году, она казалась людям даже более простой, более понятной и очень легкой. Давайте сделаем сразу Верховный совет, и будет прямое голосование аж до неба, до уровня государства. Но это значит, что вы уже не отзовете. Можете себе представить, если он представляет там полтора миллиона или 600 тысяч избирателей, один депутат в Верховном Совете, все, значит вы их никогда снизу не соберете, никогда не отзовете. И сложилась система, которая создала почву для того, чтобы бюрократизм и карьеризм разрастались. И у нас с 1936 по 1985 год появилось много-много Горбачёвых на всех уровнях. Это тех людей, которые делали себе карьеру, которые понимали, что их никто не снимет, что они бесконтрольны. И вот эта бесконтрольность, она привела к тому, что люди, которые стремились удовлетворить свои личные интересы, стремившиеся к обогащению, они по существу сорганизовались и взяли власть. В этом состояла суть того переворота, который произошел на 22-м съезде, когда выбрасывание диктатуры пролетариата из программы правящей партии означает, что вместо диктатуры пролетариата должна прийти диктатура буржуазии. И Ленин прямо так писал. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот то, что сегодня произглашается, скажем, вот у нас разделение властей, как некое благо. Ленин всегда это считал колоссальнейшим недостатком государственной системы буржуазной. Почему? Потому что люди решают, не соображая, как это будет применяться, а те, которые применяются, чертыхаются по поводу того, что нарешали такие законы. Поэтому, когда начинает вся эта буржуазная система барахлить, особенно, когда это касается реализации интересов трудящихся, то ссылается на то, что все у нас по закону. Все у нас и это спланировано, и это спланировано. У нас, скажем, еще в советское время были судебные приставы, которые были при судах, и они исполняли судебные решения. А сейчас вот вы выиграете у меня в суде 5000, но вы его не получите, потому что из того, что вы выиграли, ничего не следует. Вы можете это решение суда повесить у себя на стенке, что и вы выиграли у такого-то. Вам нужно еще брать исполнительный лист, потом идти в эту отдельную систему судебных приставов, которым вообще не интересует, какое решение суда. А исполнительный лист они будут исполнять. А как исполнять? Они не знают, за что вас так наказали, справедливо, несправедливо. Они, как тупая часть машины, должна это как-то реализовывать. Вот они будут налагать штрафы, писать письма, бумаги, колеса вращаются, ничего не делается, ничего не добиться и так далее. Почему? Потому что те люди, которые принимают, не соображают, как эти законы исполняются, а те, кто исполняет, понятия не имеют. Зачем приняли такие идиотские законы? Только чертыхаются. Поэтому не надо хвалиться разделением властей. Разделение властей – это страшный порог буржуазной системы, но он порог для трудящихся. А для буржуазии она имеет рычаги, богатые люди находят рычаги, они находят богатых адвокатов, и адвокатов богатых, и посылают их вместо себя. Они находят время. Например, во время выборной кампании вы за счет государства получаете какое-то время на телевидении, на радио, и радуетесь, что вы прорвались наконец в большую сферу, вот вы на телевидении, вам дают одну минуту или две, или две с половиной, и вы можете две с половиной минуты вещать, что хотите. Полная свобода слова. Но, если другой кандидат, который имеет большой мешок денег, он из этого мешка денег, он его отправляет на свой расчетный счет, единственное ограничение, что те, кто вам присылает деньги на избирательный счет, не должны быть в своем составе, иметь иностранный капитал. И вот те, кто имеет миллионы и миллиарды долларов, они могут сидеть бесконечно на платной основе, на телевидении, на радио, печатать целые, закупать целые газеты, и целыми газетами себя пропагандировать. Поэтому я уже возвращаюсь к тому, о чем говорил, что думать, что вы при буржуазном строе, при господстве богатых капиталистов, что вы можете провести там большинство затрудящихся, это детский лепет, это вообще, так сказать, скудоумие. А некоторых можно проводить, и надо бороться, чтобы хоть один, или два, или три, или хоть четыре, или пять человек были. Например, большевики, они всю рабочую курью заполнили большевиками. И они очень активно участвовали в выборах. Но они такой глупости, чтобы думать, что они получат на выборах, большинство они даже и не предполагали. Вот при выборах в учредительное собрание у большевиков было второе место. А в революции сделали большевики. И использовали государство для того, чтобы привлечь на свою сторону большинство трудящихся эксплуатируемых и победить капиталистов. Вот правильная позиция. Вот так устроена советская власть. Одно, если взять экономическую сторону дела, после того, как вы получите власть советскую, ясное дело, что надо будет организовать экономику. И все вот эти замечательные идеи, и планирование, и регулирование государственное, и снижение цен, и все то, что является, так сказать, уже богатством, в том числе историческим, скажем, то, что называется сталинской экономикой, все это можно реализовать. Но для этого что надо иметь? Для этого надо иметь диктатуру не буржуазии, а диктатуру пролетариата. Тогда вы можете иметь госплан, тогда вы можете иметь министерство. Не одно, как сейчас, министерство промышленности и торговли, которое занимается хозяйством у нас, а вот министерство экономического развития занимается уничтожением нашей экономики вместе с Центробанком. А вы будете иметь министерство по разным отраслям. Министерство, скажем, среднего машиностроения, общего машиностроения, тяжелого машиностроения, легкого машиностроения. То есть вы будете иметь все, что необходимо для того, чтобы были на первом месте мы в мире, а не для того, чтобы были на последних местах. Вот все это уже наработано, все это уже исторически освоено, и книжки хорошие вышли на эту тему, И знают уже очень многие, это рассказывается в различных передачах, и освещают это. Но для этого нужно иметь власть рабочего класса, диктатуру пролетариата. И вот тут встает такой вопрос, а как вот изберут, будут избирать, и как всегда, вот посмотрите на меня, наверное, я кого-то из рабочих смогу переговорить. А не получится так, что вот люди, которые имеют образование или какой-то степень, они будут более удачно выступать, и они выйдут на большие, так сказать, и лучшие места на выборах. И получится, когда соберется съезд советов, то там получится, что рабочих будет меньшинство. Потому что рабочие, между прочим, ходят в ночь и в вечер, и в день, у них сменная работа, потому что у них более тяжелая работа, потому что они не приучены выступать, у них нет соответствующего навыка, и они сами охотно пропускают, так сказать, давайте, идите, вместо нас мы вам доверяем. Ну вот это не надо, вот эту вот власть вообще дают не для того, и берут ее не для того, чтобы ее упускать. Вот история Советского Союза показала, что если рабочий класс отдаст свою власть, он потерпит всяческие страдания, поэтому власть отдавать нельзя. Как ее, как вот устроить так советскую систему, чтобы ее не отдавали? Нужно обеспечить приоритет рабочих во всей советской системе. Как это сделать? Вот, когда вы собираете городской совет, это еще совет, который решает больше экономические вопросы, не самый главный политический. Но вот съезд советов, это орган, который решает все политические вопросы и все экономические вопросы для всей страны. Вот совет собрался, съезд советов, и в какой-то год вдруг образовалось, что рабочих там треть. Вот я, когда в советское время смотрел отчеты о заседаниях Верховного Союза, я просто по спискам смотрел, а кто кем работает. И я никогда не обнаружил, что там было большинство рабочих. Потому что председателя колхозов в колхозников записывали, мастеров, которые освобождены от производительного труда, тоже в рабочих. Так вроде с виду было. А если взять, скажем, бюро и комитеты рабочей партии, то есть КПСС, там получилось от 30 до 40 процентов в бюро и комитетах всего рабочих. Поэтому вот такая вот беда может нас настигнуть снова. Как ее, эту беду предусмотреть и предотвратить? Очень просто. Вот принял решение съезд советов, а должна быть отдельная палата рабочих депутатов и отдельная палата служащих. Вот пусть палата служащих может высказывать свои законодательные предположения на рассмотрение всего съезда советов. Рабочая палата тоже может излагать свои предположения. Но после того, как съезд советов решил, должна собраться палата рабочих депутатов. И эта палата рабочих депутатов либо одобряет принятое решение всем съездам, либо не одобряет. То есть полномочным или принятым считается решение только то, которое одобрила палата рабочих депутатов. И я думаю, что нам надо понять, что сущность должна быть не только где-то в глубине пролетарской, она должна быть и являющейся сущностью. То есть надо, чтобы имелась такая палата рабочих депутатов, чтобы эта палата рабочих депутатов принимала окончательное решение. Иначе можно еще раз потерять ту советскую власть, которую трудно еще будет завоевать. Ну вот примерно так устроена советская власть. Как мы можем сказать, с учетом современных представлений. Проект Советской Конституции опубликован в номере газеты «Народная правда». Вы можете зайти на сайт Фонда Рабочей Академии и в номере «Народной правды». Они есть в электронной форме, там где есть значок «Народная правда». Там есть проект Конституции, который подготовлен мной, президентом Фонда Рабочей Академии и вице-президентом Фонда Рабочей Академии Герасимом Иваном Михайловичем. Я очень советую с ним познакомиться и обдумать этот проект и присылать туда свои замечания и предложения. Вот там, к сожалению, в этом проекте нет еще то, что я вот сейчас сказал про палату рабочих депутатов. А надо бы туда это вставить. Но на то и публикуется проект для того, чтобы люди на эту тему подумали. Мы будем благодарны, если бы в адрес Фонда Рабочей Академии поступит предложение по улучшению проекта Конституции Советской России. Субтитры создавал DimaTorzok